Многозадачность. Как много смысла в этом одном слове и как много разных мнений по поводу этого навыка. Многие люди находят в многозадачности много преимуществ. Например, существенное сокращение количества дел, экономия времени, повышение концентрации внимания, развитие мозга, умение быстро реагировать на возникающие обстоятельства, улучшение стратегического мышления и многое другое. Но вот мысль о том, что многозадачность является одним из самых полезных навыков человека, который поможет ему в кратчайшие сроки достичь всех своих целей, явно не поддерживает известный американский бизнесмен и автор книг Гэри Келлер. Он является сторонником другой, противоположной стороны, которая гласит следующее. Чтобы добиться необходимого вам результата, добиться его с максимальной эффективностью и достичь успеха, вам нужно сосредоточить все свое внимание только на одной, самой важной для вас задаче и не тратить свое время и энергию на сотни незначительных задач. Есть один удивительно простой закон феноменального успеха. Как вы думаете, что это за такой закон? Ну, вообще-то это название книги, которую написал Гэри Келлер и которая называется «Начни с главного». Один удивительно простой закон феноменального успеха. Эта книга собрала огромное количество наград. Например, она попала более чем в 300 национальных списков бестселлеров. Она заняла первые строчки в рейтингах Wall Street Journal, New York Times и USA Today. Она получила 12 престижных книжных премий. Она была переведена на 26 языков и она была признана одной из 100 лучших бизнес-книг на все времена на Good Reads. Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что описанный в ней закон действительно работает и приносит результаты. О чем именно говорит автор? Для достижения какого-то конкретного результата вам нужна четкая цель, потому что не зная, куда вам нужно идти, вы в конечном итоге просто придете не туда. Так вот, когда вы поставили себе цель, неважно, большую или маленькую. Первым делом вам нужно задать себе один важный вопрос. Какую одну вещь я могу сделать сейчас, по сравнению с которой все остальные вещи будут простыми или вовсе не нужными? Запомните этот вопрос, а лучше всего запишите его к себе в блокнот и задавайте его себе постоянно. Если у вас есть много разных задач, которые требуют выполнения, то разбивайте все эти задачи по приоритетам и начинайте решать их последовательно. Сначала самую важную из всех, а потом следующую. Такой принцип выполнения задач Келлер называет эффектом домино в жизни. Вот цитата из его книги. Обрушить доминошки просто. Вы ставите их в ряд и щелкайте по самой первой. С реальной жизнью все немного сложнее. Проблема в том, что жизнь не выстраивается перед нами и не говорит, с чего именно начинать. Самые успешные люди знают это. И поэтому каждый день они по-новому выстраивают приоритеты, находят среди них главную доминошку и бьют по ней, пока все не придет в движение. Так почему же этот принцип должен работать и как он может помочь достичь успеха? Келлер утверждает, что одни люди добиваются гораздо больших результатов по одной простой причине. Они занимаются не тем, чем могут, а только тем, что нужно. Дело в том, что когда человек пытается выполнить много дел одновременно, это вредит качеству выполнения. И в конечном итоге это чревато неверными решениями, множественными ошибками и стрессом. Цитата. Я обратился к истории моих успехов и неудач и заметил интересную закономерность. Я был очень успешен тогда, когда сосредотачивался на единственной вещи. А как только в фокус моего внимания попадало что-то еще, результаты получались так себе. Но как же выбрать для себя именно то дело, которое нужно сделать? Как найти самое главное? Для этого нужно просто задать себе один вопрос. Что является для меня по-настоящему важным на данный момент времени? Большинство из вас уже заранее знают ответ на этот вопрос. У каждого из нас всегда есть несколько важнейших по сравнению с другими вещей. А среди этих вещей всегда есть и самое главное. Цитата. Но если вы не уверены, посмотрите на людей, которые уже добились того, чего вы пытаетесь достичь. Скорее всего они рассказали, как им это удалось в статьях или книгах. Начните с чужих ответов и двигайтесь дальше. И как же выстроить свою работу, опираясь на этот принцип? Для этого нужно выполнить всего три самых простых действия. Во-первых, определить для себя цель. Потому что без понимания вашей цели, без осознания того, к чему вам вообще нужно двигаться, без видения вашего конечного результата, у вас просто не получится ничего достичь. Как я уже сказал ранее, если вы не знаете, куда идете, то в конечном итоге вы точно придете не туда, куда вам нужно. Поэтому для начала определите, что именно вам нужно сделать, чтобы приблизиться к своему заветному результату. Какие конкретные задачи вам нужно для этого выполнить? Если задача, которую вы для себя определили, будет слишком большая, то просто разбейте ее на несколько мелких задач и выберите самую важную, которую вы можете сделать в этот день. Во-вторых, выделите определенное время на то, чтобы выполнить главное дело, которое вы отметили для себя в первом шаге. В этот период постарайтесь быть максимально сосредоточенными и не отвлекаться ни на что другое. И в-третьих, после того, как вы выполните это важное дело, определите, какая задача будет для вас следующей. Выделите время для выполнения этой задачи и сосредоточьте все свое внимание уже на ней, не отвлекаясь ни на какие другие посторонние дела. Келлер отмечает, что также очень важно помнить про закон Паретта, который гласит, что 20% усилий дают 80% результата. Так вот, чтобы у вас была возможность сделать больше в течение дня, вам нужно сосредоточить все свое внимание на этих 20% самых главных задач. Цитата. Вы не обязаны на этом останавливаться. Идите дальше. Вы можете выделить 20 из 20% и продолжать в том же ключе, пока не получите единственную, самую важную вещь. Не важно, что это за задача, миссия или цель. Не важен масштаб. Начинайте с перечня любой длины, но с установкой на то, что вы должны освободить себе путь к немногим важным вещам и не останавливаться, пока не достигнете единственной важнейшей из них. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...